всем привет я очень рада видеть вас на своем канале в этом видео у меня на обзоре набор пастели олки я буду делать выкраски нарисую небольшую иллюстрацию и поделюсь своими впечатлениями поэтому если вам интересно такого рода информация то не переключайтесь оставайтесь со мной как заявляет производитель мягкой пастелью олки можно работать в любой из пастельных техник использовать ее как акварельный карандаш и в сочетании с цветными карандашами чернилами и такими водоразбавляемыми красками как куашь акварель акрил я не сторонник того чтобы смешивать пастель с чем-либо кроме ее самой в редких исключениях я допускаю разбавление пастели водой для того чтобы тонировать бумагу в нужный оттенок наверное я просто такой человек которому не особо нравится микс медиа как таковая да конечно я люблю экспериментировать люблю проверять какие материалы с какими как работают но мне кажется что материал сам по себе в данном случае пастель имеет рядом шикарнейших свойств и именно поэтому я стараюсь выявить вот все те положительные стороны которые есть у этого материала а не забивать каким-то другим материалом данный продукт как заявляет производитель данная пастель хорошо ложится на шероховатую основу легко растушевывается дает четкий штрих и сама эта пастель состоит из тонкодисперсных пигментов с минимум связующего вещества и у данной пастели существует особая сушка мелков цветовая гамма у олки насчитывает более 150 оттенков она включает в себя как и насыщенные чистые цвета так и разбил и цветов и также традиционную палитру земляных пигментов у меня набор из 16 цветов это серия времена года серия осень на момент покупки данная пастель стоила 5 евро 69 центов в наших магазинах но наверняка есть места где эту же пастель можно купить гораздо дешевле сама пастель упакована вот в такую чудесную картонную коробку как в принципе и большинство подобного рода материалов и если мы откроем эту коробку то видим поролоновую такую прокладку которая защищает пастель от внешних факторов ты вот такие цвета в данном наборе разделены также поролоном несмотря на то что эта серия осень цвета тут присутствуют также и довольно яркие как например желтые оранжевые ну конечно да это своего рода и осенние цвета до золотая листва и так далее и давайте сделаем выкраски данного материала а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я бы все-таки отнесла твердую мягкость данного материала к средней мягкости или даже может быть ближе к твердому материалу Мои основания так полагать исходят из того, что когда я прикладывала мелок к бумаге и делала вот зарисовку, то сам пигмент достаточно тяжело отдавался бумаге Но, несмотря на это, сама пастель очень хорошо разносится на бумаге, когда она уже на бумагу нанесена То есть, когда я делала растушевки пальцем, вот вы видите, достаточно легко мне эта растушевка далась Чтобы быть максимально объективной, я делала выкраску на обычной крафтовой бумаге Потому что специальная бумага для пастеля обладает разными оттенками А у крафтовой бумаги в большинстве своем оттенок практически одинаковый, конечно Да, он может варьироваться, светлее темнее, но в большинстве своем он выглядит вот так Пастель имеет свойство немножко крошиться Вот, как если вы видите, например, у данного зеленого или же вот у красно-коричневого Есть вот такие небольшие песчинки пастели, которые сыпятся Но, я думаю, можно приноровиться к данной пастели Тем более, если вы рисуете не первый раз И вы можете контролировать нажатие мелка на бумагу То, мне кажется, вы подружитесь с этой пастелью Именно в плане техники нанесения цвета на бумагу Как мы видим, цвета действительно такие осенние То есть достаточно такие глубокие синие Мне, кстати, очень понравился вот этот вот серый Который на камере выглядит такой больше голубоватый Но, да, он и есть такой немного холодный такой серый Но в реальности он выглядит чуть-чуть иначе И очень красивый цвет на самом деле Очень понравился вот этот вот мятный оттенок Из теплых мне очень понравились вот эти вот два красных Похожих на вермиллион и на какой-то, наверное, скарлетт Очень красивые оттенки К сожалению, ни на самих мелках, ни на коробке Я не нашла никакой технической информации о мелках Те, кто давно рисует пастелью, знают, что некоторые производители Даже вот на каждом мелочке пишут номер мелка Название цвета, мягкость или твердость мелка Кстати, у некоторых других производителей В одном наборе могут быть как и экстра мягкие мелки Так и достаточно твердые В данном же наборе все мелки мне показались примерно одинаковой твердости Что в какой-то степени облегчит работу Потому что не надо будет контролировать разное нажатие мелка на бумагу Итак, давайте теперь сделаем небольшую иллюстрацию И проверим, как цвета между собой смешиваются И как, собственно, они ведут себя в работе Так как данный набор у меня из серии времена года, осень То я уверена, что осенние пейзажи можно нарисовать просто отменно Но так как я люблю идти против системы Я решила не рисовать осень Сейчас все-таки весна, когда все цветет и пахнет Поэтому я решила пойти против системы И попробовать нарисовать весенние цветы С одной стороны, это будет такой некий челлендж Потому что в данном наборе весенних цветов раз-два я пчелся Весна она такая нежно-розовая, пастельная, белая, светлая А тут все цвета такие, ну, субстанциальные такие, осенние Но с другой стороны, мне опять же интересно, на что этот набор способен Поэтому давайте приступим Рисовать я буду на той же крафтовой бумаге И контурный рисунок я буду делать пастельным карандашом Таким светлым, фирмы Creta Color Просто для того, чтобы вам было лучше видно Как, что и зачем я рисую Далее я немного ускорю видео, чтобы вам было не скучно смотреть Но в то же время на экране будут появляться текстовые комментарии Чтобы те, кто, возможно, захочет повторить мою иллюстрацию Могли это сделать Итак, давайте приступим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok цветов но по своему составу по своему качеству данная пастель мне очень понравилась я бы не рекомендовала данную пастель новичкам потому что у тех у кого достаточно маленький опыт общения с пастелью могут разочароваться из-за того что вот ну может не получиться определенная картинка не может не получиться определенный контраст в картинке и сама картинка в результате возможно получится слишком плоской из-за того что цвета может быть недостаточно контрастные ну по крайней мере в моем наборе и сама структура мелка достаточно такая твердая то есть не привыкшим ручкам возможно будет немножко сложновато эта пастель хорошо подойдет уже продолжающим рисовальщикам либо же мне кажется вот студентам тем кто учится она тоже отлично подойдет но конечно же никоим образом я не могу заставить вас рисовать с тем или иным материалом каждый из нас выбирает материал под свои задачи под свои нужды если вы пользовались данной пастелью либо же пользовались пастелью этого производителя но другими наборами обязательно пишите об этом в комментариях мне очень интересно будет почитать ваше мнение возможно в каких-то других наборах этого производителя есть более контрастные цвета и можно выбрать более темные более светлые оттенки с вас огромный жирный лайк под этим видео потому что я все-таки старалась снять для вас этот обзор делитесь этим видео с друзьями тем кому это могло бы быть интересно и обязательно подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны у меня для вас приготовлено еще много всего интересного спасибо всем кто досмотрел это видео до конца надеюсь вам было интересно и полезно встретимся с вами в новых видео пока пока